Танец пчелы. Она хочет рассказать двум другим пчелам. Ты меня украла, слышишь? Ты украла! Я первая приехала вообще. Эй, Ульян, ты что? Ты вертолет полетел сам куда-то наверх? Ой, тщ-щ-щ-щ. Это останется между нами. Всем привет, друзья. Мы тут с девчонками пришли в тайкун города. Так мы живем в разных городах, то мы решили, что хотя бы здесь мы будем жить в одном. О, это здорово. Так, Ульян, выходит, мы будем строить город нашей мечты? Ну, да, ну, мы постараемся. Вот смотрите, у меня уже есть фонтан. Это одна из моих мечт. Я вот уже в нем купаюсь, как вы слышите. Да, это для Евы. А мне можно дом большой построить, Ульян, красивый? А Ева пусть в фонтане живет. Ой, как-то будет не очень по отношению к Еве, поэтому я думаю, что большого дома хватит для нас всех. Ну, если там будет ванная, я не против жить в ней. Ну что, показывай, что у тебя есть для нас. Так, ну, я тут начала уже строиться. Вот видите, у меня деньги идут. А, я думала, это беговая дорожка. Уже все происходит. А, ну, в принципе, это может быть, да, как беговая дорожка, мы можем заниматься спортом. Это все, видите, приятное с полезным. И деньги, и спорт, и, в общем, дом. Все замечательно. Слушай, так здорово. Уже похоже на город мечты. Слушайте, а что девчонка без лица? Что случилось-то? Ева, ну, она расстроилась, деньгами работает. Не мешай, пусть как хочет, так и занимается подсчетом. Может, ей так комфортнее. Ульяна, не могу тебе стену построить? Нет? Не знаю. Ну, попробуй. Ну, мне кажется, что так не получится. Больше бывает. Да. Так, ладно, не ты стройся, а стена стройся. Ничего не строится. Построилась. Я думаю, что Ульяна сама справится, тем более у нее уже целая куча денег. Ну, да. Ой, ой, ничего себе. А у меня даже свой личный сейф есть. Ну, вы посмотрите. А что там? Опустите меня в свой сейф. Ого, это с правильной вещи начинаешь строить город, Ульян. Да, да. Ульян, а Ёши, не против, что мы тут в вашем городе поселимся? Ой, как стемнело быстро. Ой, да. Ой, не, я думаю, нет. Вместе ведь веселей. Поэтому я от Лица Ёши вас приглашаю в наш город. Ой, спасибо большое. А еще ты слышала, я вот тут решила прокатиться, и звук у машины был, как у дрели. Как будто сосед какой-то здесь вот что-то сверлить решил. Ого. Ой, Ульян, так красиво, но почему-то, ну, так немножечко маловато. Давай, строй, у тебя денег полно. Как-то темновато, мне кажется. Да, вот один телик тут светится. Это у нас стены еще выше, оказывается. Ну, да, это ведь большой-большой дом. Мне кажется, что здесь должно быть как минимум три этажа, а потом уже посмотрим. Ого. А, Ева, ты все пытаешься помочь мне со строительством? Да, я очень хочу. Ой, Ева помогла, в общем. Слушайте, как-то обидно, что здесь всего лишь два этажа. Я надеялась как-то на большее. Ульян, ну, может, это не основной дом. Ну, крыша, если что, плоская. А, ну, в принципе, да, ладно, хорошо, да, я тогда раньше времени не расстраиваюсь. Да, вообще, это банк, нам нужно строить, вот, смотри, тут, это что такое? Я понятия не имею, но мне кажется, 1200 долларов на это можно потратить. Ну, да, почему нет? Это колонны. Ого. Ух ты, слушай, ну да. Это правда здание банка, смотри, а здесь вывеска, а там еще какая-то дорога. Ого, прикольно. Слушайте, а я ведь сначала подумала, что это мой дом. Ну, в принципе, ну ладно, банк, мой дом. О, Ульяна, ты живешь в банке? Ну, у Ульяны вечно дома какие-то просто люди, деньги считают там на ленте конвейерной, это нормально. О, какая огромная парковка, обалдеть. Ну, все же хотят деньги сюда принести. Ну, да, желающих, видимо, много. Ульяна в банке. Ну, да. Самый надежный банк в мире. Хорошо, мы это запомним. Слушайте, судя по вот этим вот кружочкам, которые находятся в небе, у нас тут должны быть еще и самолеты, что Ульяна настолько богата. О, боже. Ой, ну вот сейчас узнаем. Кстати, девчонки, а вы чего тут свои машины припарковали совсем не в правильном месте? Еду, еду. Так, ладно, сейчас. А я по бездорожник поеду. Так, 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 осторожно. У меня же в бездорожник. Так, ладно, ты мне место парковочное забрала, слышь? Давай, нормально паркуйся. Так, у нас, мне кажется, будет потасовка за парковочное место. Да тут столько мест. Ладно, прямо в мое въехало. Все, я вот тут с обратной стороны хранилища припаркуюсь, взорву стену и, в общем, ну ладно, вы этого не слышали. Так, да, мы притворимся, что этого не слышали. Ульяна, ну учитывая, какой у тебя симпатичный город, мне уже все нравится. Я готова собирать вещи. А Ева, наверное, с собой возьмет свою ванну, да? Да, конечно. Я вот сейчас ее сюда перевезу. Я вот хотела Ульяне машину уже угнать и на ней ехать. Ульяна, а это что такое? Это парк. А вот... О, это парк. Ну ничего себе. Да, это парк. А почему я удивляюсь, что в моем городе есть парк? Да, в моем городе есть парк, и он очень красивый. Вот деревья, пожалуйста, вечно зеленые. Вау, просто супер. Ой, я даже получаю за это деньги. Вот это, да, мне кажется, это просто город мечты. Ничего себе. Да, да, мы уже готовы здесь жить. Вот так будем сидеть на противоположных скамейках и выяснять, кто парковочное место у кого украл. Ты у меня украла, слышишь? Ты украла. Я первая приехала вообще. Так, 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 не соль. Ты еще даже не завелась, когда я туда поехала. Да, конечно, я уже проехала по бездорожью. Вот именно, а кто по бездорожью? Всю парковку грязными колесами испачкаешь. Ничего не испачкало. Ой, тут парк с другой стороны написано. Ну, потому что ты с другой стороны читаешь. Краб, краб. Это не парк, а краб. Может, это название парка. О, парк, краб. А ты что, вкус? Я? Нет, тут просто ягодки вкусные. Да, симпатичные. Советую вам их не есть, как житель этого города. Не советую, да. Серьезно? Ну, поздно уже, Ульян. Я надеюсь, что со мной все будет в порядке. Ну, ничего страшного. Давай, тут должна быть аптека. Скоро где-нибудь, я надеюсь. Ну, пока что только лес. Да. Фонтан! О, ура, наконец-то. Не могу дождаться. Наконец-то, наконец-то. Может, он лечебный? Ну, кувшинки точно должны быть. Отлично. Я попробую теперь кувшинку. Их-то можно есть, Ульян? Конечно. Ну, в принципе, если ты съела уже ягоды, то можно и кувшинкой закусить. Спасибо. Чтобы все сразу вылечить, вот. Ну, да, я уже чувствую себя отлично. Воу. А что? Кто? Ульян, кто так фонари ставит, а? А ничего, серьезно? Да. Мне кажется, это, знаете, это как разделительная полоса на дороге. Вот здесь тоже. С одной стороны мы идем в парк, а с другой стороны мы идем из парка. Это очень удобно на самом деле. Никто не путается под ногами. А когда вот так сидим друг напротив друга, то смотрим в фонарь, а не на человека. Это чтобы мы не ругались, понимаешь? Ну, да. Тогда логично. Боже мой. Да как же тут красиво. Что? Это что? Это? О, боже. Кажется, здесь будет огромный дом. Это моя пельменная. О, да. Это не пельменная, это бизнес-центр, Ева. Ева, это не твоя пельменная. Слышишь? Так, я пойду машину перепаркую. Так, ладно, осторожно. Скорее занимай свое парковочное место. Да ладно, ничего страшного, мне и там нормально. Ой, Ульян, кажется, у тебя деньги кончаются. Дорогой, дорогой, но это не нужно. Да, они уже закончились. У меня вон 7 тысяч. О, так, Ульян, ну давай, давай, больше зарабатывай. К сожалению, мы не можем пока тебе заплатить за то, что мы в твоем городе. Ульян, ты, наверное, купи какой-нибудь магазин мороженого, и тогда мы будем у тебя покупать его. Ну, я надеюсь, что он скоро у нас появится. А пока что, пока что вот, в общем, довольствовемся тем, что есть. Ой, ребят, смотрите, а тут у этого партнера посередине тоже нет лица. А почему у всех, кто посередине, нет лица? О, жесть какая. Ну, зато, по-моему, он отлично зарабатывает. Посмотри, сколько у Ульяна уже денег. Ну да. Да. Ну, вообще, мне пришлось задонатить, потому что я тут подумала, что почему нет, это же мой город, правильно? Я могу позволить себе. Вот, пожалуйста. А это что, это кафе? Слушай, похоже на... Я же говорила, что... Я же говорю, это пельменная. Нет, это бизнес-центр с рестораном на первом этаже. Нет. Нет. Так, а у меня тут, это, посмотрите, молодой человек с такими страшными красными глазами. А, Ева, мы тебя не видим, зато тут есть... Да, ух ты. Ой, божечки. Тут есть лифт, и он работает. А он работает? А, я как-то увидела, что он есть, но не думала, что он работает. Крутяк. Божечки, просто второй этаж. Что такое огромное? Какой панорамный вид, посмотрите. Обалдеть. Обалдеть. Так, я буду жить именно в этом доме. А ты его как хочешь. Он может в банке, может в фонтане. Я на первом этаже в пельменной. Ладно. А еще какая-то рабочая ста... О, а я работник. А, это какой-то офис. О, это что, офис детективов? Смотрите, какой молодой чемодан, серьезный. Да. Похоже на той. Шляпа такая шикарная. А я, я. Ой, ой, конечно, да. Да, очень серьезная и деловая. Да, вся такая в цветочках. Ну, это ты расцвела после увлажнения в ванной очень хорошего. Да, очень сильно расцвела. Ой, ульяна... А это, кажется, кабинет босса. Ой, Ева, ты чего под столом? Так. Ну, потому что я люблю ходить под столом. Понимаю. Всю жизнь ходила под столом в детстве, вот. Поэтому до сих пор хожу. Ева, а ты не можешь подойти к стулу и нажать присесть? О, спасибо. Я спасла тебя. Ладно, прямо освободите. У меня просто сначала положила, а потом уже посадила. Ну, ничего, так бывает. Слушайте, ребята, я тут поняла, что хоть он и большой, мой город... Ой, боже мой, а что это, я заблудилась. А где лифт? А был лифт с другой стороны? Ага, так. Очень большой лифт. Какой-то дорогой. Тут одни просто какие-то растения стоят 80 тысяч. Мне кажется, это, конечно, перебор. Надо поговорить с мэром этого города, что это не то. А это не ты разве? А мне кажется, мэр это еж, нет? Он просто вот ушел отдыхать. Возможно. А Ульяна за него отдувается тут. Покупает все, тратит деньги. Ой, Ульяна, зарабатывать тебе, конечно, тут и зарабатывать. Лифт 150 тысяч. Это кошмар. Ну, в принципе, лифт и 150 тысяч, это еще похоже на реальность. А вот растения за 80 тысяч, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, это экзотические очень растения. Ну, да, какой-нибудь бонсай, они очень дорогие. А, ну, только если так. Вы знаете, я предлагаю бросить это здание и пойти покупать дорогу. Вот да, она вроде дешевенькая. Ну, пойдемте, слушайте, всего лишь 20 тысяч. Ну, да. Ну, как бы, по-моему, больше ничего нельзя построить, поэтому придется возвращаться в это супердорогое здание и, как бы, копить. Ульяна, ну где ты была? Мы тут уже заждались с Евой, уже все стаканы съели. Ой, извините, пожалуйста, я немножко проверяла свои владения, так сказать. В общем, контролировала, что там, где, что идет. Вот все в порядке, вроде бы, вот сейчас. Пойдем строить крышу. Что? Вертолет? Пока крыши не построили, смотрите, там кнопка внизу появилась. Кнопочка? В принципе, мне хватает, можем взять. А можно покопить и купить вертолет. Это было поздно сказано, поздно. Где? А, там на крыше. На крыше вертолет. Итак, ребята, нужно расширять свои границы. И строю я дорогу за 50 тысяч. И еще дорогу за 90. И еще дорога, да? Нет, по-моему, это вообще-то... Что? Шип, это что? А, в смысле машина? По-моему, здесь машины в аренду сдают. О, это классно. О, это я могу вам продавать машины. Вот это да. Ага, сразу так, сразу продавать. Вот так вот. Ладно, я шучу. На самом деле, нет, это вообще некрасиво, негостеприимно. Я вам буду их просто так раздавать. А это невыгодно, Ульяна, раздавать машины. Ну, я буду их раздавать только своим самым близким гостям. Я думала, понял. Ага, ну, ладно. Так, ну что, Ульяна, ты готова дарить нам машины прекрасные? Я надеюсь, что я не ошиблась. Ой, да, да, да. Что? А что так далеко? Обманщики. А это что, парковка за 75 тысяч? Что-то невыгодно. А когда уже машина, можно будет приобрести? Может, сначала парковку, а потом уже и машины. Так, ну ладно, меня хватает вроде бы пока денег. Давайте. О-о-о. Ничего себе. А стены или же все-таки стена? Хм. Я думаю, стены. Ну, сейчас проверим. А, нет. Да, ну, почти, почти. Вот. И дверь тоже 50 тысяч стоит. Ух. Ульяна, кажется, надо было брать вертолет. Да. Это грабеж. Да, я с тобой абсолютно согласна. Смотрите, вот так Ульяна копит деньги. Со стороны это напоминает танец пчелы. Она хочет рассказать двум другим пчелкам, где находятся монетки. Да, да, вот тут, вот тут, вот находятся монетки. Ой, Ульяна, ты накопила на стену, поздравляю. О, круто. Вроде бы она 60 стоит. А, тогда это значит дверь. Извини, это я обманул. Значит, да, на дверь. Я еще, пожалуй, поколдую. Да, да. Так, ну, пожалуйста, постройтесь все. Да, понятно. Хорошо. Вот, Ульяна, вот эти вот стены и парковка, это уже как вертолет. Так, ну, давайте не будем вот с этим вот уговорить. Просто каждый раз, когда я покупаю что-то другое, я жалею о том, что мы не купили вертолет. Ульяна, уже рассвет, а ты все еще не накопила на стенку, капец, как это долго. Да, в этом тайкуне достаточно долго приходится зарабатывать, но зато я придумала, как можно коротать время. Просто прыгать по деревьям. Почему нет? Это очень весело. Ага. Главное, случайно, не купить вот эту дверь, которая тебе совершенно не нужна. Ну, да. Так, я перестаю прыгать, все это опасно. Я даже вот так вот обойду. Мне кажется, сейчас уже должно хватить. О, да, хватает. Не говорите, что нужно купить крышу. Ну, конечно. А конвейер-то будет вообще? Зачем мы это покупаем? Ну, вернее, Ульяна, а мы так тут, в общем, да. Так, ну что, ребят, мы наконец-таки накопили. Этот вертолет, дорогущий вертолет. И я очень надеюсь, что это будет того стоить. Вот, кстати, смотрите, какой вид открывается с нашего второго этажа на недостроенную авто... Короче, центр. Не важно. Вертолет и круче машины. Зачем вообще мы решили строить машины? Ой, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, слушайте, я думаю, что здесь должен быть какой-нибудь истребитель, а не какой-нибудь... А-а-а! Он похож немножко на паучка. А, и кажется, там только одно пассажирское место! Ха-ха-ха! Так, господи, как управлять этой штуковиной? Ага, ага, ага. Ну, пока что у тебя неплохо получается. Я буду тут семафорить. О-о-о! Крутяк! А еще у Ульяны слева крылышко видно такое вот интересное. Ха-ха-ха! Это крыло пилота! Все нормально! Да, я под крылом. Слушайте, это весело, это прикольно. Мне нравится кататься на вертолете. Ульяна, а попробуй пролететь сквозь какое-нибудь кольцо. Так-так-так, ниже, ниже, ниже руля, ниже! Не получилось. Так, спокойно. Давайте вот в это вот мы точно попадем. Так. А, получилось. И сколько тебе дали? Правда, платит точно так же. Надо 1520. Это как-то немножко обидно. Серьезно? Да. Кошмар. Я уже столько построила. Да. Давай за Ланой, и пусть она тоже покатается. А я пойду, не знаю, позарабатываю тебе денег, что ли. А, ты никуда не пойдешь, Ева, ты в Ланой. А, подожди, а ты со мной, получается? А, ну да. Ладно, хорошо, буду у Ульяне зарабатывать пену. Так, Лана, прошу на борт. Ой, так это что, у меня будет экскурсия по дневному городу, а у Евы была по ночному? Да, да. Вот так вот, потом поделитесь впечатлениями друг с другом. Я была на экскурсии с рассветом. А вид-то какой открывается. Там и банк, и многоэтажка, и парк, и недостроенный автосалон. Все, что нужно, мне кажется. Кстати, этот вертолет довольно удобное средство передвижения. Можно куда-нибудь так вот взять, подлететь, купить все, что тебе нужно. О, Лен, ты можешь его посадить прямо внутрь вот этого вот здания? О, это будет, мне кажется, проблематично. О, ну я попробую. Давай, давай, заодно можно там и крышку пить, чтобы забаррикадировать вертолет, и он остался внутри. Крутяк. Это будет магазин, который продает машины, но с вертолетом внутри. По-моему, очень круто. Давайте, я вас здесь жду. Ну, сейчас мы очень плавно снижаемся. Ева, это не так просто, как ты думаешь. Слишком плавно. О, кажется, что-то получается, что-то получается. И... Ну, почти. Почти. А можно заехать сквозь дверь? Не знаю, эта штуковина очень сложная. Ну, сквозь окна не получается. Мне кажется, мы уже все окна разбили, но мы попытались. Я думаю, что стоит просто выпрыгнуть, потому что иначе не получается. В принципе, припарковать... Эй, Улья, ты что, вертолет полетел сам куда-то наверх? Это как? А вот и не сам. А вот и не сам. Ева угнала самолет. Ты можешь управлять моим вертолетом. Похоже, да. Так, ну давай, сажай его внутрь. А почему? Ну, ладно. Вот и припарковались. О! Так, Ульяна, лови его. О, да! Так, я, в общем, замурую здесь этот вертолет. Окажется, вот и конвейер. Да, слушайте, интересно. Будут ли тут покупать вертолеты? Ну, деньги в него засовывать точно будут. Это будет похоже на ограбление, мне так кажется. Так, Ульяна, надо срочно посмотреть. Так. Смотрите, прям вертолет грузят. То есть, ты думаешь, что мой вертолет разводит деньги? Ну, да. Ну, или ты увозишь их на этом вертолете к себе домой? А, возможно, 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 да. В банк, в банк увозишь, как раз там парковка для него. Нет, или не в банк, а может и не в банк. Это уже такое, неважно. В банк. Главное, Ульяна, Ёши ничего не говори про эти деньги, что ты вот сгружаешь в вертолет. Мне кажется, им узнать не обязательно. Да. Да. Чшш. Это останется между нами. Ну что, ребята, я думаю, что на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.